Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Зимой самое время составить списки удобрений и приобрести к началу весеннего сезона. И сегодня я хочу рассказать о таком нужном и необходимом удобрении, как сульфат магния. Магний – это микроэлемент, который содержится в основном в хлорофиле растения и участвует в процессах фотосинтеза. Когда в почве не хватает магния, то на листях проявляется хлороз. В отличие от железного хлороза, который проявляется на молодых листочках, нехватка магния проявляется на более старых листях, на нижних листях. Межжилковое пространство осветляется, желтеет, либо краснеет. Но жилки при этом остаются зелеными. Часто при хватке магния лист напоминает рисунок в елочку. Это верный признак того, что растениям не хватает магния. По всему листу начинают проявляться некрозные пятна, и лист начинает усыхать. При острой нехватке магния лист закручивается, подкручиваются края листовой пластины, либо лист становится таким морщинистым. Чтобы устранить нехватку магния, используют различные удобрения. Это может быть и древесная зола, это может быть калимагнезия, но лучше всего восполняет недостаток магния, вот такое удобрение, как сульфат магния. В данном удобрении содержится около 17% магния и 13% серы. Внесение данного удобрения особенно эффективно в весенний период, когда почва еще холодная, и корневая система плохо работает. Магний, который содержится в данном удобрении, помогает усвоению фосфора, когда почва холодная, и корневая система еще плохо работает. А сера, которая содержится в данном удобрении, помогает усвоению азота, и в итоге растения лучше и быстрее развиваются, могут потреблять нужное питание. Особенно эффективна такая подкомка удобрением для таких культур, как озимый чеснок, либо клубника. Ведь данная культура начинает вегетацию довольно рано, когда почва еще холодная, и им так необходима такая подкормка, чтобы они могли набрать силу, набрать рост и хорошо развиваться. Чтобы не допустить нехватки магния в почве, удобрение нужно вносить заблаговременно. Вносит его, как правило, в весенний период под перекопку. Для большинства овощных культур норма внесения довольно небольшая, 10-15 грамм на метр квадратный. Можно, кстати, использовать и водный раствор. Опять же, 10-15 грамм удобрения на 10 литров воды. И данным раствором проливают растения, например, подкармливают клубнику, либо из лейки проливают озимый чеснок. Если же случилось так, что удобрение вы в почву не вносили и нехватка магния проявилась, то, конечно же, нужно провести как корневую подкормку удобрением, так и внекорневую, чтобы растения быстрее насытились магнием. Для внекорневой подкормки потребуется 15-20 грамм удобрения на 10 литров воды. Растения нужно обработать равномерно по листу, например, с обычного садового опрыскивателя. Растения в итоге получат быстро необходимый микроэлемент и начнут нормально развиваться. Для полного устранения нехватки магния проводят 2-3 обработки в течение вегетационного периода, до тех пор, пока все симптомы нехватки магния не устранятся. Нужно отметить, что сульфат магния полезен еще тем, что улучшает здоровье растений. Он благотворно влияет на иммунитет растений. В итоге растения становятся более устойчивыми к неблагоприятным факторам погоды, более устойчивыми к болезням и вредителям. Поэтому данное удобрение так незаменимо для применения в наших огородах. Друзья, интернет-магазин «Процветок» предлагает биопрепараты на основе триходерма, баверия и метаризиума по удивительно низкой цене. С этими биопрепаратами вы забудете о болезнях и вредителях в своем саду, обогатите состав почвы. Такой набор должен быть в каждой аптечке садовода. Не упустите возможность заказать. Ссылочку на биопрепараты вы найдете в описании под роликом. Если вы составляете список удобрений, то обязательно добавьте в него сульфат магния. Данное удобрение просто незаменимо для нас, огородников. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!